9 сентября, 11.00. Именно на это время намечено открытие нового здания Государственного архива Ульяновской области. Новый адрес – улица 12 сентября, дом 7А. В настоящее время в здании идут последние приготовления. При этом самое главное – уникальное оборудование. Практически всё завезено и уже установлено. Здесь разместится более миллиона трёхсот тысяч, как принято говорить, единиц хранения. Уникальных документов, датированных с 16 по 21 столетие. Судьба архива, как говорится, и видел многие страницы, и героические, и трагические, и страницы повседневности. Но никогда у архива не было специализированное здание. Занимал и в стенах храма находился, и в стенах других учреждений. Теперь мы располагаем прекрасным зданием. В честь открытия нового здания для любителей истории архив готовит новую выставку. Она коснётся Октябрьской революции 1917 года. «Мы не хотим обелять или, наоборот, поливать грязью это время», – объясняют архивариусы. Цель – через уникальные документы рассказать о той непростой эпохе. Здесь представлено полторы сотни различных документов, так или иначе, связанных с событиями столетней давности. Есть и удивительные вещи. Например, письмо женщины к Ленину с просьбой разрешить ей занятие хиромантией. Государственный архив Российской Федерации прислал копию подлинного акта отречения Николая II с его автографом, заверенный внизу графом Фредериксом, чертёж набросок того барельефа, который у нас украшает стену дома-музея Ленина. Не все знают, что самая первая мемориальная доска с барельефом Ленина была выполнена скульптором Аркадием Пластовым. Итак, открытие нового здания Госархива намечено на субботу на 11 часов. Это можно назвать своеобразным подарком архивистам от руководства области к столетию архивной службы нашей страны, которая будет отмечаться в 2018 году.